О, привет! Это новый выпуск самых любимых шуток. Всё как обычно, никого не хочу обидеть, это просто шутки. Персонажи вымышлены и не соответствуют действительности. Приятного просмотра! Ой, да, я там на видео немножко сырой. Это всё потому, что сильно старался для вас снять свои самые любимые шутки. Так, аплодируйте, кто чеснок любит, есть тут такие? О-о-о! Ну вот, собирайтесь и на свою планету уёбывайте, туда. В форме чеснока, который на завтрак, на обед, на ужин его высаживаете. Ходите дыханием меряйтесь, типа вот это. Сегодня чесночка с салом уёбало вот это. Кто не любит чеснок? Есть тут такие? Да? Почему не любишь? Почему не любишь чеснок? Воняет же? Воняет же жёстко, да, по-моему? Мне кажется, там в целом у человека же дыхание дьявола открывается, да, когда он чеснока нахавается. Там, мне кажется, в целом дьявол удыхнуть, он такой, блядь, давай, Настя, полегче, всё, я тут главный, не надо так на меня дышать. Ну, я ещё, на самом деле, вообще страдаю от этого, потому что, ну, вот эту шутку, когда рассказываю, потому что, ну, это шутки. Блин, это шутки про чеснок и шучу. Я не бегаю по вокзалу и не выбиваю у бабушек вот этот из-под ног вот этот чеснок, который они продают, блядь, типа. Я не бегаю там по грядкам, ни у кого их не вырываю. Это шутки. Но есть люди, которые, блин, серьёзно на это реагируют, прикиньте. Я недавно на мероприятии был знаком, он услышал этот материал, подошёл ко мне и такой, говорит, что против чеснока имеешь? Серьёзно, Валера, серьёзно, ты прям так, я говорю, ну, воняет жёстко. Он говорит, да что такого? Я вот чеснок, например, ем только дома. Вот я за ужином три головки чеснока, ёбнул, и всё, мне же дальше к людям не идти. А он живёт с женой, тёщей и двумя детьми. Я говорю, ты их за людей не считаешь, блядь, или что? Не, окей, тёща не человек, хорошо, допустим, чисто твоя какая-то субъективная точка зрения, окей, жена не человек, хорошо, детей пожалей. Ну, ты когда умрёшь, они тебя к гробу целовать не пойдут, потому что и там от тебя чесноком будут херасить дальше всего, потому что ты от передозировки чеснока и умрёшь. Я ещё сидел, думал, а кто придумал вообще чеснок? Решил загуглить, прикиньте, нашёл информацию, оказывается, чеснок придумал сатана. Ну, он сидел, блядь, прикиньте, он сидел, так, чем вы людям наговните? Так, чеснок придумаю. Чернышевскую закрою. И электросамокаты, нахуй, людям дам, блядь, пусть катаются, пусть катаются. Ну, реально. Ну, в своей семейной жизни тоже очень сильно страдаю из-за того, что жена невероятно любит чеснок. Очень сильно, понимаете? Она его ещё вечером за ужином нахавается и ходит такая, что не обнимаешь. Разлюбил. Я говорю, а мне другой, ну, типа, у меня длины рук не хватает, чтобы тебя обнимать из другой комнаты, потому что тебя чесноком несёт, блядь, невероятно, понимаете? И жена, знаете, что сделала на это? Обиделась. Обиделась, сходила зубы, почистила, стало всё ещё хуже, блядь, понимаете? Стало вонять чесноком, вымоченным зубной пастей, сука. Это что за новое блюдо итальянской кухни, ёб твою мать? Понимаете? И вы ещё, женщины, спите же всегда с открытым ртом, вот это. Там так несёт невероятное. Я один раз отвернулся, жена, видимо, не спала, она такая, что отворачиваешься? Разлюбил. Я говорю, нет, чесноком воняет. Она обиделась, ушла в комнату к ребёнку спать. Через две минуты слышу, мам, что-то чесноком воняет. Она обиделась, съехала к тёще. Через неделю, смотрю, хату сняла. Я думаю, так и появились же кочевые народы, блядь, по-моему, нет, чисто по ощущениям. Да нет, это весело, чеснок. У меня мать его ещё невероятно любит, но не в качестве еды, в качестве лекарства. Она всё пытается им вылечить, вот эту простуду, вирус. Один раз, ты даже перелом пыталась вылечить, не помогло ни хера. Воняло жёстко, но так же болело, вот в чём проблема. И она, когда был разгар пандемии ковида, она мне звонила, говорит, «Паша, надо есть чеснок, вирус идёт, чеснок убивает все вирусы». Через час перезвонила, такая у меня положительный на ковид, я говорю, ну... Пол джетсы, не все? Она говорит, да, ковид это выдуманный вирус, они нашли, как обойти чеснок. Пойду жрать лук, я говорю, ну, блядь, давай идут. Вообще, в одном плане странно. Здоровье штука прикольная, кстати, на самом деле. За здоровьем, я считаю, надо следить, кто тоже так согласен. Есть кто-то такие, аплодируйте. Но самая ещё проблема, я заметил, что после 30 лет у тебя организм как будто сдавать начинает в каких-то моментах. Потому что очень много хронических болячек начинают вылезать. Причём самое обидное, что они вылезают, как в игре «Убей крота», блядь. Всё, вот это «Добрый вечер». Только вы в него играли, да? Сейчас единственная только проблема, тут вживую, если в него играть, тут раз ёбнул, 3000 в аптеке оставил. Я не согласен вообще с этим абсолютно. Сильно дорого, ещё нынче болей. У меня, блин, такие вот прям претензии есть в этом плане к молодым, что вы, ну, капец как, пока не цените вот это вот всё. У вас же реально вот, ну, здоровье, как у быков, блядь. Ну, у вас единственное, мне кажется, в 20 лет что болит, это душа. Всё, потому что денег нет, нахуй, в остальном. Вы пули непробиваемые, реально. Ну, вспомните себя в 20 лет. У вас же все болячки словами лечились. Вот этими, не очень наша жизнь, нет, а вот этими, дайте, дайте отлежаться, всё. В 20 лет, реально, и в зависимости от тяжести, время, всё, там, похмелье, 15 минут. Сибирская язва, час, он здоров, сука. Как так вообще, я не понимаю. Ну, реально, ну, от тебя же в 20 лет все болячки отскакивают. Отскакивают просто, ты стоишь, 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 хуяк ангина пролетела, и всё. Как так? Стоишь, стоишь, хуяк воспаление лёгких пролетело. Ну, стоишь, стоишь, хуяк хламидии, блядь, не пролетают, ни хера хламидии, сука. На всю жизнь потом тебе ещё репутацию портят, блядь. И хронических болячек вот этих противных, блядь, как они раздражают вообще. У кого хронические болячки есть, поаплодируйте. Вы меня поймёте сто процентов в таком случае, потому что, блядь, у меня появился хронический отит три года назад. Кто знает, что это такое? Уши, да, это очень проблемная вещь. Мне ещё, как врач сказал, блядь, у вас это, хронический отит среднего уха. Я говорю, какого среднего, долбоёб? У меня вот два, блядь, левая, правая, блядь, это, нос, придурок, блядь, ты чё? Очнись, блядь, я думаю, типа оно как с образованием, типа начальное ухо, среднее ухо, высшее ухо, блядь, что за прикол вообще? Потом загугли, да, действительно существует у человека наружнее ухо, внутреннее ухо и среднее ухо. Я сидел, думал, за что отвечает среднее ухо? Ну, типа, мне кажется, среднее ухо, оно слушает душу. Когда душа говорит, наебенься. Среднее ухо такое, я услышал, а передаю в мозг. Ну, поэтому алкоголики, они не алкоголики, это слухачи, чё вы на них доебалишь? Ну, просто люди хорошо слышат средним ухом, блядь. Наружнее ухо слушает нашу жизнь, окружающую, да, то, что вокруг нас, рядом с нами происходит. Внутреннее ухо, мне кажется, слушает наше безумие. Когда оно стоит, и ты такой, пни стремянку. В магните, пни стремянку, блядь, когда... Ну, вот есть же вот это внутреннее ухо, и ты стараешься его внутри усмирить. Не знаю, эта болячка ещё, она вообще, ну, с приколом. Вот этот хронический отец среднего уха, эта болячка с приколом. Давайте так, чтобы вы понимали, меня может убить сквозняк. Ветром дунуло, я за антибиотиками поехал. Всё, вот у меня такая жизнь сейчас. Единственная проблема в том, что я не выгляжу как человек, которого может убить сквозняк. Вот в чём ситуация, блядь. Ну, я в дверь встал, сквозняка нет, блядь. Вот в чём проблема, понимаете? Остальное пеной монтажный доработал. Всё, блядь, ни капля воздуха не проедет, блядь. А меня ветерочком до свидания, блядь. Всё, это вообще невероятная проблема. Эта болячка ещё плюсом ко всему меня добила. Добила той ситуации, что я сейчас вынужден ходить до конца мая в зимней шапке, чтобы сберечь уши, прикиньте. Это так раздражает. Я иногда иду 31 мая в плюс 25 в зимней шапке. Думаю, что мне ещё вот сейчас не хватает данного дня? Ну, руля от велосипеда, блядь. Чтоб как этот дурачок, который во дворе, помните, бегал летом в зимней шапке, блядь, с рулём от велосипеда, блядь. Ну, чувак не дурачок, у него просто хронический отит. Он ухо, уши бережёт, блядь. Чё вы до него докопались? Я ещё у врача спросил, он говорит, а это вообще как-то полностью можно вылечить? Он говорит, нет, это с вами на всю жизнь. Я говорю, как жена? Он говорит, нет, как ипотека. Я говорю, ну, очень приятно. Хронический отит. Не знаю, потому что я ещё заметил, что с возрастом, конечно, такие болячки приходят, которые таблетками и не лечатся. Потому что, ну, это всё можно вылечить таблетками. Ну, вот давайте такой вопрос издалека зайду. У кого родители уже давно не работают и сидят на пенсию? Поаплодируйте. Один человек. Вопрос к вам, вот один человек. Вот нет ощущения, что там со временем, когда этот человек долго не работает и сидит на пенсии, там постепенно начинает кукуха съезжать. Есть? Вот у бабушки так. Вот, всё, видишь, всё, ты призналась. Потому что, ну, у меня маме 63 года. Она всё же на пенсии сидит практически года три, наверное. И там со временем начинает съезжать. Потому что ненавна я от неё получил в WhatsApp-е фотографию, на которой был сфотографирован мой восьмилетний сын. И рядом с ним стояли на столе два очень неровно смотанных рулона туалетной бумаги. Чтобы вы понимали экспозицию, девочка с персиками, мальчик с толчкухой. Вот копия вообще. Я был готов начать ругать своего сына за то, что, думаю, я диспортил бабушке туалетную бумагу. Но я следующим сразу получил сообщение от бабушки. Перемотали с внуком два рулона туалетной бумаги. Я написал, о господи, в ответ получил, тренировка рук. Мелкая моторика, блядь, да. Парня бедного спросят, когда он что-то хорошо руками сделает. Деток руки развёл, говорит, бабушкой толчкуху перематывал, блядь. По-моему, такая себе очень графа в режиме, как мне кажется. Но потом я узнал. Оказывается, что у меня мама сейчас ради экономии покупает туалетную бумагу без втулки. И вручную её перематывает на бэушную втулку. Как вам такой стартап, ребята мои? Нормально? Ну, Илон Маск со своей Теслой в очко, по-моему, сейчас идёт здесь. Нет, чисто по ощущениям? Ну, это же максимально странно. Я боюсь наткнуться на объявление на Авито в разделе услуги. Где будет моя мама такая, перемотаю вашу туалетную бумагу без втулки на втулку. Денег не надо, просто время занять. Его очень много свободного на пенсии. Понимаете? Это странно. И у них ещё с возрастом, знаете, что появляются? Свои аттракционы у взрослых людей. Свои аттракционы, свои приколюхи. Им потому что скучно жить. Реально. У меня, у мамы, сейчас появился такой аттракцион, что она на себе стала испытывать продукты, у которых уже 3-4 дня вышел срок годности. Прикиньте? Вот примерно такой. Я недавно просто был у неё в гостях. Я смотрю, стоит творог. Три дня уже вышел срок годности. Я говорю, мама, выкинь. Она говорит, ни хера подобного. Я его сегодня с утра со сметанкой смешала. Пока не обосралась. Я всё думаю, пока? Ну, ты что-то ждёшь, блядь, или что? Это что за новый вид русской рулетки вообще такой? Я не понимаю. Пока. Максимально странно. Я вообще боюсь как-нибудь включить. Программу что, где, когда. Где будут сидеть знатоки и такие, мы уверены, что срок годности этого творога вышел 20-го числа. Ведущий такой, внимание, правильный ответ. Там включается видео. И там моя мама. Сегодня 23-е число. Пока не обосралась. И сзади я сырниками поперхнулся, блядь. Всё, добрый вечер. Ладно, у меня на этом всё. Спасибо огромное. Прекрасная публика. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...